Утро на Болткоме Утро на Болткоме Утро на Болткоме Утро на Болткоме Доброе утро Утро на Болткоме 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 Глядя на то, как они обращаются С своими детьми Орут, матерят Дергают за руки Стукают по голове Вот об этом скорее Передачу надо делать Спасибо 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 Аспект Ксения, а что делать, если чужие дети просто бесят своим поведением? Потому что Они же тоже могут, да, нарушать нормы общественного порядка Когда обращаться к родителю? Ну вот вся вот эта вот вседозволенность А если родитель далеко, а чей-то ребенок ко мне уже подбежал и бьет меня своей маленькой пухлой ножкой? Ну здесь есть очень простые абсолютно действия Вы просто, как учат детей, рукой или физически просто отдаляете себя, его от себя И спрашиваете, малыш, где твой папа и мама? Да, ну то есть дети это достаточно большая категория Мы прекрасно знаем, что дети это от новорожденных до 18 лет, если мы говорим на законодательном уровне Понятно, что если это ребенок там 3-5-7 лет, это одна история Если это человек 9-12-14, это совершенно другая история Да, но опять же, смотрите, мы... Что-то у нас немножко хуже стало со связью Вы пропадаете Да, к себе там, к себе, к старшему Вы знаете, я не хожу, как вы можете заметить, абсолютно статично Поэтому... Так вот, если мы говорим о... Мы часто сами делаем замечания в форме неприемлемой Вот, поэтому если происходит какая-то ситуация, то это должно быть очень корректно И действительно формулировка о том, что использование мата в общественном месте неприемлемо Или там, ребят, если вы тут громко смеетесь и курите на площадке на детской Малыши это видят, и это становится для них юрным примером В общем-то, когда коммуницируешь с подростком на человеческом нормальном языке, не с позиции силы, дети абсолютно все понимают Когда мы говорим о малышах, то все-таки оптимальный вариант это общаться с родителем И опять же, не в форме замечания, мамаша, куда вы смотрите, кого вы воспитываете, уберите своего ребенка А именно в фактической форме Извините, пожалуйста, ваш ребенок бьет моего ребенка лопатой по голове, да, или там своей пухлой ножкой пинает меня Пожалуйста, исправьте эту ситуацию Хорошо, а если в ответ прилетает, а не пойти ли тебе куда-нибудь подальше, не лезь ко мне? Ну, Александр, ну вы же понимаете, что особенно за последний год, да, ситуации, когда взрослые люди перестали быть взрослыми И сдерживать свои эмоции стало гораздо больше Если нам нужна детская площадка для того, чтобы разрулить какие-то свои личные состояния Да, я прихожу туда вместо психотерапии поорать на других мам Ну, это как бы, там не во что говорить Вы тогда просто выходите из этой ситуации и выносите своего ребенка оттуда Потому что я нахожусь в той парадигме, что взрослый – это взрослый И когда я со взрослым разговариваю с позиции, пожалуй, не справляюсь юридически, я не могу трогать вашего ребенка Хотя, как предыдущая слушательница позвонила и сказала, очень хочется дать ему по голове Да, вот, то это совершенно другая история Когда я в ответ, как вы говорите, мне прилетает, да, то я понимаю, что рядом со мной малыш и невзрослая мама Которая просто устала и которой тоже нужна помощь, ее выложить Ну, то есть можно как-то все попытаться эту ситуацию уладить, не вступая в конфликт Ну, а вот если действительно все-таки ситуация, когда один ребенок бьет другого И ты понимаешь, что пока ты побежишь искать маму и так далее, то тут может быть все-таки что-то, ну, может произойти Все-таки взрослый же должен вмешаться, чтобы ребенок не пострадал Я имею в виду, что если конфликт детей вот на какой-нибудь детской площадке Да, 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 несколько лет назад в Израиле была нашумевшая история Кстати, потрепать по щеке это тоже культурологические особенности, да Например, Испания, Израиль, они все там чужих детей трогают Все хватают, да, но это как бы там немножечко другая история с границами Да, это более все-таки интровертированные люди, которые соблюдают свои границы Так вот, несколько лет назад в Израиле была нашумевшая история, когда репатриант, бывший житель России, полицейский Увидел дерущихся подростков, выскочил, их разнял И в итоге он потом расхлебывал историю с полицией, потому что он не имел права трогать чужих детей Ну, понятно, что это другая сторона медали, это абсурдная ситуация Вот когда дерутся или конфликтуют дети, до 7 лет им просто необходим взрослый в качестве медиатора У них нет еще инструмента для того, чтобы решать конфликты Не социальных, не в том числе и нейрофизиологических, да Потому что лобные доли, это наши с вами органы цивилизации Зоны ответственности, зоны принятия решений Они только, ну вообще как органы, они только запускаются Поэтому взрослый, который видит конфликт, даже если это совсем чужой взрослый Да, они видят там, что Петька бьет лопатой Ваську по голове, а Васька пытается ему ведро надеть Он просто физически должен встать между ними и спросить, чего хотел ты и чего хотел ты И тогда это будет первый инструмент решения конфликтов для таких малышей Вот у нас пришла такая смс, описывается история, которая, кстати, на портале MixNews в свое время освещалась Отец приходит в школу и наносит ремнем удары девочке, которая в свою очередь унижала, всячески травила его дочку Ничего себе И вот он вмешивается в этот, значит, конфликт И учитель, причем даже не вмешивался и устранился от этой ситуации Вот может ли вообще, ну с точки зрения здравого смысла такая ситуация считаться нормальной И вообще как решать такие, такого рода конфликты? Ситуация, когда физически наказывают детей, совершается физическое насилие над детьми, кстати Я работаю с родителями, я его физически не наказываю, я его только по попе шлекнула Даже со своими детьми физическое наказание, это прямой путь к разрушению отношений со своим ребенком И в принципе формирование, ну мы не будем сейчас углубляться во всякие психологические дебри Но формирование созависимости И, кстати, Дарда, на который я сегодня уже ссылалась, проводила исследование Правда, это уже было давно В первой декаде 2000-2010 Так вот, дети, которых бьют родители, в более чем 70% случаев бьют свои ферсты Да, потому что они привыкли, что именно таким образом решается конфликт То есть сила только побеждает, физическая, грубая Так вот, если касаемо той истории, про которую вы только что упомянули Она неприемлема ни с этической точки зрения, ни с законодателями Я не имею права бить своего ребенка В принципе, ну как бы это уголовно даже наказуемо Вплоть до лишения родительских прав И если я применяю физическое насилие по отношению к чужому ребенку Слово «нормально» оно здесь вообще неприменимо, неприемлемо Это за гранью То есть что может быть у взрослого человека в голове, да Который решает конфликт с помощью ремня, который применяется к чужому ребенку Ничего хорошего там быть не может Напомню, мы беседуем с Ксенией Соловьевой, руководителем проектов «Мамкафа и контакт» Ну я думаю, что там вообще ничего нет Да, сертифицированной ведущей образовательных групп поддержки родителей Сама мама двух подростков У нас есть вопрос с прямого эфира Здравствуйте И если обычно дети вот такие, как вот Сколько раз им, ну как мне делать замечания Вот если девочки уже лет 13 Сладшим братом Пришли к другому, как сказать, подъезду И топчутся по клумбе цветов Соседка сделала замечания А что она должна была делать Родители такие, которые считают, что их дети И так сказать, действительно Нечего им замечания делать И все делается правильно Спасибо, спасибо Я об этом и говорю О вседозволенности В атмосфере которой росли эти дети Александра, понимаете Дело в том, что понятно, что вседозволенность Это тупиковый путь Вседозволенность это когда Практически ребенок садится на шею И погоняет родителям Но такие ситуации в семье случаются регулярно Вот недавно мы работали в группе с мамой И мама мне говорит, что Сын мне делает замечания И рассказывает, куда мне идти И куда мне не идти Я говорю, скажи, пожалуйста А сыну ли не говорилось о том Что он главный мужчина в семье Ну, конечно, он же растет без папы Он главный мужчина в семье Естественно, ребенок, на которого возложена такая обязанность Такая обязанность То есть главный мужчина в семье То есть там каждая ситуация Разбирается отдельно Но если на моих глазах Топчутся цветы, которые я посадила Я бы сказала девочке Пожалуйста Выйди на другой газон Потому что здесь посажены цветы Они сажались моими руками И мне это крайне неприятно Иначе я буду вынуждена сообщить родителям Мы же делаем замечания в других форумах Насколько я слышу Понятно То есть речь именно о форуме Да, потому что мы требуем уважения При этом мы охаиваем детей А потом говорим, что они нас хаят в ответ То есть все дело в самой форуме И в тех словах, которые подбираются В конкретной ситуации Даже если у тебя обуревают какие-то чувства Там гнев Все равно нужно держать себя в руках И быть вежливым в расчете на то Что в общем-то вежливость будет ответной Меня волнует последний вопрос Он действительно важен Вы или ты Обращение Какое считается правильным До какого возраста Потому что зачастую действительно Тыкают детям До, не знаю До первых курсов института Александр, но это опять же Культурологические особенности Понимаете, да Что есть языки В которых местоимение «вы» Оно отсутствует Я про русский И про наши культурные особенности И это опять зависит От уровня Интеллигентности человека Я знаю людей Например, та же Фантастическая Ирина Александровна Казановская Наш латвийский нейропсихолог Нейрофизиолог Она к людям любого возраста Обращается на «вы» И здесь все зависит от того Насколько вы готовы Обращаться к ребенку С позиции уважения Для меня вполне приемлема Форма Если мы говорим про детей То в принципе Я к людям уже с десяти лет Спрашиваю Тебя называть на «ты» Или на «вы» Как тебе будет удобнее Да, и если он говорит Что «вы» Круто Да, и опять Преподаватели Которые работают С группой 10 Длиннадцать лет И там Синяя К сожалению Очень плохо слышно У нас немножко Со связью Коллега Вы Спасибо Обращаюсь Уважительно Уважительно Как предпочтительно Много звонков Сожженет На «ты» Я предлагаю тему На самом деле Продолжить и расширить Может быть другой форум Не 15 минут утром А крупного форума Возьмем Ксении Обязательно Предложим Это огромное спасибо Ксении Соловьёву Руководителю проекта «Вам. Кафе. Контакт» Сертифицированный Ведущий образовательный групп Поддержки родителей Нам нужно Не то что уходить Но убегать на паузу После которой В гостях у нас Председатель правления Рижского национального зоопарка Янис Рудзитес Поговорим об актуальностях В ЗОО Слушайте Радио Болтком